Натальная карта одной девушки, которая испытывает сложности в отношениях Но здесь, конечно же, есть множество факторов То есть мы здесь можем разобрать карту детально Но давайте посмотрим, проявляются ли каким-то образом негативно наши упаграхи в этой карте И начнем мы с самых явных Это Манди и Гулика Манди занимает здесь, в этой карте, получается Манди, Меша, это Овин на санскрите Манди находится в 10-м доме И таким образом влияет на карьеру человека Но в целом, так как это упачая, то Манди не дает здесь плохих результатов Наоборот, даже способствует карьере Мы знаем, что в домах упачая, 3-й, 6-й, 10-й, 11-й дома Преимущественно упаграхи не приносят злых результатов Поэтому это хорошее положение И Гулика у нее тоже благоприятно расположена Так как находится в 11-м доме И ее диспозитор Венера Венера в первом доме находится Сатурном Венера находится в каких у нас отношениях, получается 5-6 Так, да, ну Немножко не очень хорошие отношения с диспозитором Такие нейтральные Но в целом Гулика не приносит плохих результатов Потому что занимает дома упачаи В домах упачаи мы вздыхаем с облегчением И не обращаем большого внимания на проблемы по этим графам Хотя в описании там могут быть какие-то негативные описываться результаты Но в целом, если диспозитор Гулики Допустим, Гулика — это планета, связанная с США, не Девом Поэтому мы смотрим диспозитора Гулики Если он в хороших отношениях с диспозитором Ой, точнее, с Сатурном Тогда хотя бы нейтральные отношения Означают, что результатов плохих не будет То же самое все остальные Мы видим, что, допустим, Тхума — это астральный двойник Марса И тень Солнца Поэтому важно тоже посмотреть, какие отношения у него с Марсом и Солнцем Если диспозитор Тхумы с Солнцем, Марсом в каких-то хороших или нейтральных отношениях Тогда это, в принципе, неплохо То же самое, допустим, Паридхи Или Паривеши, то, что называется И Индрачапа с Венерой И Паридхи с Луной То есть, каждая планета у Пакету вместе с Кету В каких отношениях они находятся Если они, допустим, в разных частях гороскопа напротив друг друга Это вражеские дают отношения, как мы знаем Если близко, то это дружеские То есть, временные отношения в карте имеют большое значение Здесь для определения результатов Упаграх Также важно рассмотреть Вот, допустим, давайте, Вьетипата Находится в знаке Карка Карка, кто помнит, что это? Карка — это знак Рака То есть, Вьетипата в данном случае попадает в первый дом В первый дом, в дом личности Вьетипата какие характеристики несет? Показывает оскорбление и унижение То есть, в периоды Лагнеша В периоды, связанные с Лагной И планет, связанных с Вьетипатой Человек может испытывать унижение То есть, здесь Кету, Венера, Юпитер Достаточно много таких положений В которых могут быть проблемы с этим То есть, проблемы с личностью И какое-то униженное положение Обиды и так далее То есть, это тоже может давать Вьетипата В данном случае поражая Лагну И так как она связана с Лагной, то мы знаем, что это то, что называется Вишну Шапа То есть, проклятие Вишну И что это влияет на разум человека То есть, немножко разум тоже может страдать, затуманиваться Это не значит, что человек умственно отстал Или у него проблемы какие-то с интеллектом Нет, ни в коем случае То есть, она очень умная девушка Но просто в ситуациях, которые связаны с этими планетами Например, с Венерой, она склонна принимать неразумные решения То есть, то, что связано с отношениями, например Или в отношении учителя, в гуру У нее могут быть какие-то тоже такие вот нездоровые вещи Вообще, Венера с Юпитером для женщины Так как Венера олицетворяет привлекательность сексуального плана Юпитер олицетворяет старших учителей То это может дать сильную привязанность на уровне чувств То есть, чувственная привязанность к учителю Не обязательно это на уровне вожделения Потому что в данном случае это, конечно, не так Но, тем не менее, здесь влияние кету Тоже может дать такой негативный аспект Кету всегда находится под аспектом раху Поэтому здесь может быть какая-то такая привязанность сильная к учителю И это тоже может доставлять некоторые страдания То, что желание перейти на какой-то другой тип взаимоотношений Дальше, Паривеша Паривеша у нас находится в знаке Макара Козерог, да, получается Седьмой дом Паривеша в Макаре То есть, вот она, Паривеша, да, мы видим В Козероге Это седьмой дом И здесь находится еще раху И так проблемные отношения Диспозитор раху у нас Сатурн Ретроградный в шестом доме То есть, у нее был развод уже, да И вообще у нее сложные отношения с мужчинами У Паграха здесь она немножко усугубляет состояние Это у нас Паривеша Паривеша, она приносит именно результаты, связанные с подсознательными переживаниями Очень сильными и сильными эмоциями То есть, очень эмоциональный большой стресс Из-за отношений с противоположным полом И особенно это период транзита Сатурна по седьмому дому проявляется И транзита Сатурна по своему положению натальному Тоже проявляется очень сильно Когда вот сейчас, допустим, Сатурн идет По шестому дому Так как он диспозитор этой Упаграхи И диспозитор раху, к тому же, да И управляет седьмым домом То очень сильные переживания Вплоть до там суицидальных мыслей Из-за того, что там не складываются отношения с партнером Продолжение следует...